Доброе утро, Севастополь! Я по традиции прогуливаюсь по нашему городу и могу сказать, что я нахожусь на Приморском бульваре. Погода за окном замечательная, плюс 17-18 градусов, периодически выглядывает солнышко, ну, малооблачно это да. Но тем не менее, погода просто создана для того, чтобы прогуливаться вдоль моря. По традиции, каждое утро к нам в программу приходят новые гости. И сегодня-то Артём Викторович Макеев, художественный руководитель театра имени кукол. Доброе утро, Артём Викторович! Доброе утро, здравствуйте! Как ваше настроение? Замечательно! За пять лет творческой деятельности театр имени кукол полюбился нашим севастопольцам, причём не только детям, но и взрослым. В чём же уникальность ваших спектаклей? Ведь они отличаются нестандартностью. Ну, вообще у нас уникальность не только и нисколько спектаклей, хотя спектакли у нас все совершенно разные, и они действительно не похожи ни на одни спектакли, которые вообще идут в театре кукол. Вообще сам театр по себе уникален. Я без ложной скромности скажу, что в России нет подобного театра, так что севастопольцам очень повезло. Ну и гостям. Это гордость! Да, это правда, это правда. Мы очень любим свой театр, и мы реально понимаем, что это такое уникальное явление в Севастополе. Я так понимаю, что и спектакли проходят в особой атмосфере. Конечно, конечно. У нас театр необычный, он такой эксклюзивный, домашний. У нас продаётся всего 23 билета, так что, дорогие наши севастопольцы, зрители, покупайте билеты заранее, потому что, скажем, вот на эти субботы и воскресенья уже билетов нет, неделю назад они были проданы, так что следите за рекламой. 23 билета на один спектакль, однозначно нужно поспешить. Конечно. Насколько я знаю, на прошлых выходных был открыт пятый театральный сезон, и вы показывали новый спектакль, сказку о глупомышонке. Расскажите нашим телезрителям о нём. Ух, мы очень долго делали эту работу, больше года. У нас маленький коллектив, а кукол там больше 30 кукол, огромное количество, там что-то за 50 элементов декораций, реквизита. Ну и актёрская работа, это мой моноспектакль, он идёт целый час. Ну вообще, я, если честно скажу, я сложнее работы в театре кукол, актёрской работы вообще не видел. Это же так здорово, ставить себе какие-то цели, преодолевать их потом. Да, наверное, наверное. Ну я, наверное, раз 10 вообще, думаю, нет, надо завязывать, надо... В общем, отказывался от этого, но в конечном итоге мы победили. И по тем первым отзывам, которые мы получили от зрителей, история случилась. И мы очень этому рады. Главное это цель и устремлённость. Скажите, а какие у вас творческие планы на будущее? Ух, ну мы сейчас готовим новогодний спектакль. Ладно, раскрою секрет. Андерсона стойкий... Эксклюзив! Да, никто ещё, я не говорил, Андерсона стойкий оловянный солдатик. Это будет вообще, мне кажется, бомбовский спектакль. Он в совершенно неожиданной форме решён, в форме теневого театра, такого необычного теневого театра. Ещё будет одна премьера у нас сразу после Нового года. Я не буду говорить название, такую-такую закину удочку. Это приглашённые актёры из одного из театров, замечательные актёры. Это спектакль для взрослых. Ну и ещё у нас есть в планах работы спектакль «Дитя и безумец» по произведению Валерия Брюсова. Ну вот это то, что мы сейчас планируем сделать. Просто сенсация! Вы знаете, 11 октября отмечается Международный день девочек. По-моему, это прекрасный день. Поздравить наших племянниц, дочек, младших сестёр с этим праздником. Вот как вы считаете, лучший подарок для девочки? Это какой подарок? Кукла? Ух! Ну, девочки тоже разные бывают. Всё зависит от девочки. Ну, для кого-то кукла, а для кого-то и танк. Кто знает. Индивидуально. Расскажите, с чего начинается ваше доброе утро? Ох, моё доброе утро начинается с доброго утра, мои возлюбленные. А мои возлюбленные – это главный художник театра, совершенно уникальный человек. И художник Елена Александровна Собедина. Я просыпаюсь и говорю, дорогая моя, с доброго утра. Как же это романтично! Огромное спасибо, Артём Викторович, что пришли в нашу утреннюю программу «Нашли время». Ну, а я напоминаю всем тем, кто не побывал на премьере, открыть сезон театра имени кукол. Поэтому приглашаем всех на спектакли. Подарите своим детям праздник. Я передаю слово в студию.